В логистическом центре сейчас укладывают детей и готовятся ко сну. Этот день на белорусско-польской границе за долгое время, пожалуй, можно назвать добрым и спокойным. Запах дыма, пропитавший одежду этих людей в стихийном лагере, сменился на запах шампуня. Многие смогли сегодня наконец-то помыться. А вместо поисков пропитания – полноценные завтрак, обед и ужин. Здесь внимательно присматриваются и прислушиваются к каждому звуку, чтобы помочь. Этот мальчик плачет и не идёт со всеми обедать, потому что боится. У него был серьёзный испуг. У него начинается паника при большом скоплении людей. Большое спасибо, что нашу проблему поняли. Ребёнок успокоился. Что удивительно, дети, пережившие настоящий ужас, по-другому то, что происходило на днях, на границе, назвать нельзя. Не потеряли непосредственность и умение радоваться. Сладостям, подаркам. Сегодня в логистический центр привезли игрушки. И вот уже мальчишки играют с настоящим мечом, а не скрученным из тряпок. Дети сегодня очень счастливы. Конечно, им не хватало игрушек. Сегодня резвятся весь день. И, глядя на них, мы улыбаемся. По-прежнему очень много тех, кому нужна медицинская помощь. Польские водомёты и газ, а перед этим ночёвки на ледяной земле, дают о себе знать. Скорые здесь дежурят даже ночью. Сегодня новые данные о пострадавших от химатаг поляков около ста человек. У этого малыша очень долго не проходит жар. Возможно, его придётся госпитализировать. Польская полиция издевалась над нами. Обливали, пускали газ. Я и моя семья два часа не могли открыть глаза, пока не нашли здесь убежище. Мне уже всё равно куда. В Германию, в Бельгию, куда угодно. Но только не назад. В Ирак. Эти люди не могут понять и найти разумное объяснение, почему с ними так поступают поляки и литовцы. Этого мужчину зовут Мухаммед. Он пытался попасть в Евросоюз другим путём. Сейчас последствиями горячего приёма Литвой разбираются белорусские медики. Даже не хочу вспоминать, что со мной сделали литовцы. Это было очень больно и обидно. Мы были уже в Литве. Нас вышвырнули в Беларусь как животных. И у каждого здесь своя личная трагедия. Здесь хорошо. Гораздо лучше, чем на самой границе. Каждому дают еду. Это не мечта, но здесь есть условия для жизни. Я хочу в Германию, потому что не хочу возвращаться к той жизни, которая была у меня в Курдистане. Я работал в юридическом департаменте. Там не платили зарплату. Я хочу лучшей жизни в Европе. Большое спасибо Беларуси за всё, что она для нас делает. Ситуация простая. Мы хотим в Германию и не вернёмся домой. Только в Европу. Здесь можно дожидаться своего шанса, пока ситуация не изменится. Сегодня в логистическом центре ещё больше волонтёров. В том числе и переводчиков. Их на самом деле не хватало. Огромное количество людей, многие говорят на диалектах, важно не только их понимать, но и доводить нужную информацию. Даже в бытовых вопросах. Я приехала сюда первый раз, как переводчик. И да, помогаю людям. Ну, то есть рассказываю вообще, как тут освоится. Более организованными стали и сами беженцы. Создают инициативные группы, помогают поддерживать порядок. Я хочу обратить внимание, в первую очередь, на то количество людей, которые находятся здесь, в транспортно-логистическом центре. Это около двух тысяч человек, включая несколько сотен детей. Вот все эти люди должны находиться не только в тепле, но и в безопасности. И это важный вопрос, и президент поручил обратить на него особое внимание. Когда столько людей в одном месте, небезопасно. Обеспечить безопасность – задача МЧС и губернатору. Это что касается противопожарных мер. Пограничникам и областному УВД задача – обеспечить безопасность лагеря в целом. С учетом сложившейся ситуации, обеспечиваем в круглосуточном режиме пожарную безопасность на данном объекте с целью исключить риск возникновения пожаров в других чрезвычайных ситуациях. С этой целью обеспечен данный объект аукционными выходами, обеспечен первичными средствами пожаротушения, огнетушителями, порошковыми, а также внутренним противопожарным водопроводом. Кроме того, в здании имеется приликновенная система автоматического пожаротушения. Наш личный состав в круглосуточном режиме осуществляет дежурство. Беженцам в первую очередь пытаются довести на всех языках, которые они понимают, что внутри здания не должно быть открытого пламени, курить также категорически запрещено. Для их же блага. Малейшая искра может привести к серьезным последствиям. Одежда, одеяло, деревянные поддоны – это все очень легко воспламеняется. Беженцы понимают и принимают правила. Мы ценим, что здесь не только уютно, но и безопасно. Прекрасно понимаем, никакого огня внутри центра быть не должно. Нам показали, где запасные выходы, огнетушители, песок. Все это в наших интересах. Мы и сами присматриваем за порядком. Что касается порядка, за этим тоже следят в оба. Есть, конечно, единичные случаи, когда в угоду своим интересам готовы жертвовать безопасностью всех остальных. Пресекли попытки двух примусов разогреть. Разогреть объяснили, что это небезопасно. Люди, слава богу, очень быстро все понимают и реагируют правильно. Помощь в размещении беженцев, чтобы было еще комфортнее, предложила и Федерация профсоюзов. Отремонтированная профсоюзная турбаза готова вместить до 200 человек. Просторные номера, чистые постели, души, горячее питание. Казалось бы, элементарные вещи. Но для многих за последние недели это стало чем-то недосягаемым. Мы сейчас с вами находимся на одном из туристических центров Гродненского региона, где все на сегодняшний день подготовлено, приготовлено для расселения беженцев. А если будут просьбы мам с детьми, будем расселять их в санаторию. Нежелание беженцев переселяться дальше от границы можно понять. Они все еще верят, что вот-вот Польша откроет гуманитарный коридор. Ведь уже было такое. Отправляли в пункт пропуска, в частности в Кузницу. А потом там же травили газом и ядовитой водой. Увы, позиция Варшавы – это уже не двойные, а тройные стандарты. Нарушено сразу три международных документа. Это статус беженца, это Всемирная декларация о правах человека, это та же Европейская декларация о правах человека. И самое здесь непонятное, что международные организации на это все наблюдают и делают вид, что ничего абсолютно не происходит. Но люди, абсолютно простые люди, попали в сложную ситуацию. И в таких случаях профсоюзы всегда действуют солидарно. Беженцы готовятся к очередной ночи и впервые за долгое время не обращают внимания на погоду. Они знают, что спать будут в тепле и не под открытым небом. Греет и надежда на лучшее. Все они ждут волевое решение европейских политиков, обещанное Ангелой Меркель. Суть которого можно вместить в одну фразу – добро пожаловать в Евросоюз. Андрей Александров, Андрей Бондаренко, Иван Боровой, Александр Автухов. Наши новости ОНТ.